друзья наши далекие близкие приветствую вас с вами Нина Кусман вы на нашем youtube канале и я начинаю новый влог текущая зима порадовала нас и снегом но сейчас идут такие туманные туманные дни поскольку мы регулярно гуляем с собаками могу сказать что достаточно зябко в последнюю неделю но когда выходит солнышко конечно более радостно потому что вокруг достаточно зелена кругом и кажется что уже скоро скоро весна новые саженцы интересно что это похоже на абрикосы собираются где-то высадить посмотрим прикопали в песке вот обещала вам показать яблочки раздолье для местных оленей все что остается до весны им вкуснятинки всякой разной здесь до весны им вкусностей много разных на камере конечно непонятно но эти яблоки они просто огромные как будто игрушки на елке румяные сошел снег и посмотрите обнаружились ходы мышек местных их так много сейчас покажу теперь я знаю почему под снег засовывают морду наши собаки потому что что здесь целые улицы посмотрите какие и 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 наши подписчики те которые давно с нами наверное заметили что в последнее время я появилась тик токи а еще достаточно много маленьких роликов выкладываю в инстаграме это не означает что я забрасываю youtube нет все остается по-прежнему но тик ток и инстаграм они достаточно такие два развлекательных канала совершенно разных но сейчас везде вы заметили вот эти короткие видео они набирают такое количество просмотров и ими все увлекаются тик ток facebook youtube instagram ну а почему бы и нет если это наше любимое хобби посмотрите какие у нас льдинки намерзают за ночь достаточно прохладно эта зима и если прошлой зимой я выходила и занималась чем-нибудь таким приятным саду огороде ну сейчас достаточно прохладно нет не комфортно и каждый раз я говорю огромное спасибо своим собакам которые меня вытаскивают на длительные прогулки тони у нас стал совсем неторопливым и катается в коляске вполне возможно что его беспокоит суставы я ему купила в очередной раз витамины поддерживающие для суставов ну а лео как всегда он готов убежать далеко и надолго поэтому все время на поводке а в последнее время принюхивается еще более тщательно скорее всего животные которые населяют наши соседние леса перелески и сады и скорее всего что они готовятся уже появлению потомство ну что а я а я уже убрала рождественский декор и уже наверное скоро мы будем готовиться к декору пасхальному дом который снимает мой муж уже лет 12 а может быть уже и больше по моему лет 14 он достаточно большой здесь четыре этажа четвертый это мансарда я 4 мансардный этаж я приспособила для хранения всякого разного декора вот теперь уже улюбились в свои коробки новогодние игрушки и гирлянды сюда я поднимаюсь достаточно редко поэтому можем воспользоваться случаем и посмотреть как выглядит наше окружение сверху с высоты четвертого этажа до деревья стали большими как говорит мой муж а раньше из этих окошек можно было видеть озеро боданское озеро когда я поняла что в этом доме и я буду жить тоже у меня было планов громадью на третьем этаже я хотела сделать гостевые апартаменты а на четвертом а типа спортивный зал пандемия тоже нарушила кое-какие планы и теперь у нас на третьем этаже до сих пор не законченный ремонт осенью я сюда подняла кое-какие растения но им тоже не понравилось в принципе они все так благополучные засохли но единственное что здесь тоже прекрасный вид из окон и отсюда видите сегодня опять туманно отсюда видно боданское озеро из третьего этажа тоже а я снимаю с удовольствием окрестности когда я не за рулем потому что немецкие права я до сих пор не получила я закончила курсы первой помощи я заплатила какие-то нужные для этого пошлины но далее дело так и не двигается время от времени мне присылают письма из моей школы где я зарегистрировалась из школы автомобильной и все время все откладывается даже местные немцы которые пришли просто учиться в школу для того чтобы впервые получить права это достаточно сложно им сейчас в этом деле а сегодня я еще еду на прием к неврологу это в городке соседнем который называется равен сборг равен сборгу несказанно повезло во время последней войны его не бомбили и здесь осталось очень очень много строений даже средневековых ну а я постепенно подстраиваюсь под местную жизнь и я привыкаю мы привношу какие-то свои привычки да в эту местную жизнь о чем я сейчас говорю как-то не так давно мне андреас мой муж рассказывал о неврологе у которой он был на приеме и как она внимательно к нему отнеслась ягра почему ты не говоришь вот об этом докторе может быть я тоже к ней могу сходить он будет ну да конечно можешь и к ней сходить и дело в том что в германии нельзя рекомендовать предположим вы приходите к терапевту и вам нужно попасть предположим к неврологу картопеду уха горло носу куда угодно и терапевт не имеет права вам рекомендовать конкретного доктора нельзя я уже пару раз рассказывала своих роликах об этом они вам дают лист а4 на котором распечатаны и самые самые различные адреса явки и пароли и говорят погуглите вы гуглите записываетесь какому-нибудь специалисту но во первых прием этот будет если не через месяц через два то может быть и через три месяца вы приходите к неведомому специалисту понравится не понравится поможет мне поможет то есть это конечно затягивается в решении вопроса в общем невролог отправила меня на всякие разные обследования ребят я вышла оттуда такая голодная я там провела три часа времени я толком даже не позавтракала только выпила кофе но я не думала что настолько все затянется и она так ответственно отнесется к моему посещению в общем я удивлялась все больше и больше она мне еще назначила мрт правда на 5 мая ну вот прикиньте да на 5 мая она мне назначила мрт и спросила если у вас есть исследования какие-то дома я думаю как дома она же не знаю это где у меня дома она говорит ну вот вы же собираетесь петербург ехать думаю ничего себе у меня такой муж он уже разболтал знаете сидел еще и хвастался у меня жена из питера в общем я была приятно удивлена а через день когда я была на приеме у терапевта терапевт пришла там есть такая комната в арте цимар комната ожидания передо мной прошли несколько человек и похоже все были к ней и она пришла и она извинилась потому что я должна была ждать там еще я не знаю минут 10-15 она быть вот были какие-то достаточно сложные пациенты вы знаете это было что-то новенькое мы заехали на заправку и я вот вам кстати показываю что только с qr-кодом можно входить туда и в маске только определенного а еще я вам хочу показать сидим просто андреас был за рулем и я уже этим воспользовалась мы заехали туда мы заехали туда в общем я делала мрт в одной компании и представляете вот они подают такие сидит на котором написаны имена докторов естественно моё имя год рождения месяца дата и что здесь за обследование то есть это очень удобно время от времени мы же проводим какие-то обследования своего здоровья и я помню что у меня дома есть тоже какие-то сидит но если на них ничего не подписано на бумажке то все это потом теряется это конечно удобно прямо лайфхак в общем в итоге за эти пару дней я была приятно удивлена приемами медицинских учреждениях в местных в германии ну а по поводу популярного заболевания в последние два года какие у нас новости в соседней стране в дании отменили пандемию и сказали никаких ограничений нет маски носить не нужно у нас пока ничего подобного не наблюдается я была на прошлой неделе у массажиста и они у меня попросили чтобы я им показала какие прививки у меня есть когда была последняя то есть занесли в мою скажем так карточку эту информацию то есть без qr-кода на массаж вы прийти не сможете а поскольку я все-таки собираюсь лететь в санкт-петербург я стала узнавать какие приклоны могут возникнуть на пути на родину но поскольку я привита перепривита и мне лететь все равно с пересадками здесь вопросов не возникает все есть на руках а вот по прилету в санкт-петербург мне нужно будет в течение трех дней сделать пцр-тест внести его в госуслуги еще так интересно было написано до получения отрицательного результата пцр-теста мне нужно будет соблюдать самоизоляцию в смысле ни с кем не общаться самоизоляция это же не карантин а вот по возвращении в германию вроде бы как нужно будет соблюдать карантин в общем вот так обстоят дела в теории посмотрим что получится на практике друзья мои не болейте берегите себя и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok